Что касается этого небольшого сектора, длина которого не превышает и 46 км, а его ширина в некоторых районах всего 9 км, а в некоторых районах гораздо меньше – 3 км, а в некоторых всего 2 км, а население его целых 2 млн, даже примерно 2 млн 400 тыс. человек. Они находятся в осаде уже 17 лет, а сейчас им приходится переносить эту четвёртую войну после трёх последовательных войн. И в ходе этой разрушительной войны на настоящий момент уже разрушены 70% сектора газа. 70% сектора газа уничтожены. Не только здания, мечети, школы, больницы, университеты, дома, но и улицы. Так сионистские бульдозеры разрушают улицу за улицей, сеть водостомжения, электросети и всю другую полезную для народа инфраструктуру. А затем данная война длится уже почти 6 месяцев, и она продолжается до наших дней. Просим Аллаха погасить её, как он и обещал в своих словах. Каждый раз, когда они будут разжигать огонь войны, Аллах потушит его. Они стараются распространить на земле порог, но Аллах не любит тех, кто распространяет порог. Эта война вселенского масштаба, она далеко не ограничивается сионистским образованием. В этой войне уже участвуют зазнавшиеся мировые силы, и всякие другие сторонники несправедливости, тирании, оккупации, участвуют и силы мирового империализма. Так что все они объединились против жителей этого сектора, и это стало мировой войной против одного небольшого сектора. Против этого осаждённого сектора сейчас обрушилась разрушительная война, а потом к ней добавилась война голодомором, при котором люди умирают, страдая от голода, жажды и недоступности лекарств. Голод во всем, даже в связи. Электричество отключается, интернет отключается, отрубают связь. Это война подобной, которой не было в прошлом. Поэтому мусульмане и мусульманки должны заботиться о новостях своих братьев, поддерживать их и испытывать чувство братства к ним, ибо Аллах Преславен Он и Возвышен говорит, «Поистине верующие братья». И он говорит, «Поистине это ваша религия, религия единственная». И достоверно передаётся от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал, «Верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг другу, подобны единому телу. Если один его орган заболевает, всё тело отзывается бессонницей и лихорадкой». Передаётся достоверно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине в отношении друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга». И, сказав это, он перепёл между собой пальцы. И достоверно передаётся от него, да благословит его Аллах и приветствует следующие слова, «Жизни правоверных равны, и они едины против остальных. Даже самый жалкий из них может гарантировать безопасность человеку от имени всех остальных». Достоверно передаётся от него, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал, «Защита мусульман одна». Поэтому каждый мусульманин и мусульманка должны прочувствовать эти раны, словно они на его теле и у него в семье, и что не осталось ни одной семьи, ни мусульманской, ни христианской в секторе Газа, которая не подверглась бы бедствиям, которые ведомы только Аллаху. Недавно я встречался с шейхом Исмаилом Хания, и он рассказал мне о тех, кто стал мучеником из его семьи. Их было более 30 человек, и это одна семья. Многие остались без крови. Он показал мне их фотографии, видеозаписи, членов семьи, его внуков, его дочерей и сыновей. Они остались под открытым небом, их дома разрушены, и они ушли из них в сторону Рафаха. Так эти беды и несчастья, тот, кто не чувствует их, не осознал свою принадлежность к этой умме, не осознал свою принадлежность к верующим. Аллах Преславен, Он говорит, верующие мужчины и женщины – помощники и друзья друг другу. Так, а стать помощником для верующих невозможно, если человек не поддерживает их, невозможно без сочувствия их боли и печали, без того, чтобы встать на их сторону в случае всякой несправедливости, которая постигает их, без того, чтобы стремиться к их спасению и освобождению от всех бед и проблем. Эти вопросы и сомнения, которые вы подняли, вовсе не новые. Они были и раньше. Слова, которые когда-то были сказаны людьми прошлого. Мы часто слышим, как люди говорят – жители Газы сами навлекли на себя беду. Их сопротивление навлекло на них беду. Они начали войну, которую им не выдержать. Они воюют со всем миром. Если бы они остановились и убрали руки, то не было бы этого, не было бы этой войны. Эти слова, слова лицемеров древности, как сказал Аллах, приславен он. О верующие, не будьте похожи на неверующих, которые сказали о своих братьях, которые отправились в путь или ушли на войну и были убиты. Если бы они остались с нами, то не умерли бы и не были бы убиты. Они говорили так, и Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умерщвляет. И Аллах видит все, что вы делаете. Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то знайте, что прощение Аллаха и Его милость лучше того, что они собирают. Умрите вы или будете убиты, вы непременно будете собраны перед Аллахом. Война не началась с 7 октября этого года. Она идет с 1948 года. Эта война продолжается, ее этапы продолжаются. И эта операция, наводнение Аляксы, всего лишь одна из ее этапов, а не появление чего-то нового. И это продолжение того самого обязательного защитного джихада, обязанность которого распространяется на мужчин и женщин, каждого, кто способен на это. Единогласное мнение состоит в том, что если на какую-либо из мусульманских стран нападет враг, ее жители обязаны защищать себя, свою страну, они обязаны сражаться, а остальные обязаны снабжать их тем, что им нужно, и помогать им. Если они не могут отбить врага, то те, кто находятся рядом с ними, обязаны начать отбивать их врага и сражаться лично. Если они не способны или оказались слабы, то это становится обязанностью тех, кто находится за ними, пока это не дойдет до конца общины. Аллах, преславен он и возвышен, призвал нас вставать на защиту в суре ан-Ниса, сказав, что с вами, почему вы не воюете на пути Аллаха и для поддержки слабых мужчин, женщин и детей? Так здесь упоминаются два вида борьбы за веру, борьба на пути Аллаха и борьба за слабых мужчин, женщин и детей и их спасение и освобождение, ваджиб, обязанность. Второй вопрос касается борьбы за веру посредством имущества. Джихад имуществом предшествует джихаду своей душой, личном участии в сражении, потому что никто не может сражаться душой, если у него нет при себе имущества, которое он может использовать на пути Аллаха. Оружие, провиант, транспортировка и прочее, все это вещи, которые требуют денег и поэтому он предшествует борьбе душой. Поэтому Аллах поставил борьбу имуществом перед борьбой душой в большинстве аятов Корана за исключением одного аята, аята о присяге. Поистине Аллах купил у верующих их души и имущество за рай. Поскольку это присяга, борьба душой предшествует, но во всех остальных аятах борьба имуществом поставлена перед борьбой душой, как сказал Аллах. О верующие, указать вам на торговую сделку, которая спасет вас от болезненного наказания. Верьте в Аллаха и его посланника и усердствуйте на пути Аллаха своим имуществом и своей жизнью. Также Аллах говорит, верующие это только те, кто уверовал в Аллаха и его посланника, а после не сомневался и жертвовал своим имуществом и собой на пути Аллаха. Именно они правдивые. Итак, во всех остальных аятах Корана джихад посредством имущества предшествует джихаду посредством души. То, что человек жертвует жителем сектора газа сейчас делится на две части. Первое, это его участие на пути Аллаха имуществом. Это входит в его договор перед Аллахом, который охватывает каждого совершеннолетнего мусульманина, мужчину или женщину, способного вкладываться своим имуществом. Потому что Аллах сказал, воистину, Аллах купил у верующих. А это включает в себя мужчин и женщин, богатых и бедных. Каждый имеет такой обет перед Богом. Поэтому каждый жертвует по мере своих возможностей и сил. И он обязан это делать. В первые годы ислама это было определено как-то, что превышает потребности человека. И Аллах не спослал об этом аят в суре Аль-Бакара. Этот аят идет второй по порядку. И этот аят был не спослан впервые. Тебя спрашивают, что расходовать, ответь, излишек. А излишек это то, что превышает потребности. Затем он был отменен аятом, который идет прежде него в мусхафе. Словами Аллаха, тебя, Мухаммад, спрашивают, что расходовать, ответь, все хорошее, что вы отдаете. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, в начале ислама говорил, пусть имеющий лишнее верховое животное отдает его тому, у кого его нет. И пусть имеющий излишки припасов дает что-нибудь тому, у кого ничего нет. И так он говорил до тех пор, пока не решили, что никто из нас не имеет права оставлять у себя что-то сверх необходимого. Поэтому каждый слушающий мусульманин или мусульманка должны помнить об этой ответственности, которая лежит на них, и что они обязаны усердствовать своим имуществом и не жалеть его. Ибо Аллах призвал нас к этому, сказав, вот вас призывают расходовать имущество на пути Аллаха, и среди вас есть те, кто скупится, а тот, кто скупится, скупится только по отношению к самому себе. Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается, а вы нуждаетесь в нем. Если вы откажетесь от подчинения ему, он заменит вас другими людьми, и они уже не будут похожими на вас. Второй вопрос – это помощь нуждающимся, обездоленным и лишенным кровы, которые все входят в число тех, кому выплачивается закат. В Коране Всевышний Аллах определяет восемь категорий людей, которым можно отдавать закат. Аллах сказал в суре Атауба. Пожертвования – обязательный закат – передаются нищим, это те, у кого нет средств на жизнь, и бедным, у кого средств недостаточно, тем, кто их собирает, а также распределяет и ведет учет заката, и тем, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, должникам, для расходов на пути Аллаха, участвующим в джигаде, и путникам, у которых нет средств продолжить свой путь. Так установил Аллах, поистине Аллах знающий, мудрый. Первая категория – это нищие, это те, кто могут работать, но не имеют имущества или имеют недостаточно. И таких большинство среди этого народа. Бедняки-мискины – это те, кто и не имеет имущества и не может работать. К таким людям можно отнести большинство женщин, травмированных мужчин, детей и стариков. И такие тоже есть. Третья категория относится к тем, кому дается закат. Это сборщики заката. Это организации, которые собирают, накапливают и распределяют закат среди тех, кому он полагается, и заботятся о них. И таких много-премного в этом секторе. Также в других странах есть организации, которые сотрудничают с ними. У нас есть фонд Риббат Аль-Ватаний – Национальная связь. У нас есть организация Мунтада Исламий – Исламский форум. Так эти организации относятся к сборщикам заката, которым выплачивается закат. Далее идет категория – те, чьи сердца хотят склонить к исламу. Это не мусульмане, которым дают закат, чтобы склонить их сердца к исламу. Есть разногласия в том, прекратилось ли это или продолжается, но в целом в секторе Газы есть семьи христиан, которые являются жителями и гражданами. Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Они платят нам джизью, чтобы у них было то, что у нас, и на них возлагалось то, что на нас. У них есть то же, что и у нас, и на них распространяется то же, что и на нас». Поэтому нам нужно помогать им и поддерживать их в беде и проблемах, ибо они подверглись тому же, чему подверглись и остальные – убийствам, разрушениям, изгнанию и прочему. Следующая статья, по которой выплачивается закат – это «На выкуп рабов». Это, по сути, освобождение рабов. Но есть рабство, еще более тяжкое и великое – это рабство пленных. У них отняли самое ценное – свободу, разлучились с родными. Некоторых несправедливо судили и приговорили к нескольким пожизненным заключениям, кого-то и вовсе к срокам, равным пятистам жизням. Это фактически означает, что их срок заключения не закончится, пока не придет Мессия Сын Марии, мир ему. И также приговоренные к смерти мучаются под огромным давлением, физическим и психологическим давлением, подвергаются всесторонним пыткам. И проходят годы за годами, и они не могут связаться со своими семьями, не могут выйти из тюрем и концентрационных лагерей. Поэтому умы обязаны вытащить их из плена, освободить их из этого рабства, в котором они находятся. Следующая категория – должники. Это те, кто задолжали. Эта жестокая блокада привела к распространению должников в секторе газа. Они стали большой прослойкой людей, у них нет денег, они берут в долг у таких же, как и они сами. И это одна из категорий людей, кому выплачивается закат. Должники, которые не расточительствуют и не высокомерны, имеют восьмую долю заката. Далее идет категория «фи саби лиллях» – на пути Аллаха. Это борьба на пути Аллаха, и это сопротивление, которое сражается с врагом и старается противостоять его агрессии и защитить мечеть Аляксы, которая является святым местом для мусульман. Вступает в бой, чтобы защитить слабых мусульман и мусульманок, защитить свободных женщин, стариков, детей. Это сопротивление, это борьба на пути Аллаха, в этом нет никаких сомнений против злобного, несправедливого, агрессивного, оккупационного врага кафира. Поэтому нет разногласий в том, что это джихад на пути Аллаха. Поэтому им должна быть выделена доля заката, как сражающимся на пути Аллаха. Они относятся к этой категории. Категория путники – это те, кто были изгнаны из своих домов или сами уехали и лишили своих средств к существованию, и у них не осталось денег, чтобы продолжить путь. Все жители Газы, особенно жители Севера, были изгнаны из своих домов, став бедняками, потому что они оставили все, что у них было. Я знаю некоторых выдающихся людей, докторов, ученых, врачей. Все они выбираются из домов той же одежде, в которой спали, больше ничего не имея. Еще несколько часов назад они были богаты, потом прошли бомбардировки, и они оказались бедняками, ничего не имея. Но они благодарят Аллаха за то, что сами остались живы. Это значит, что те, кто были изгнаны в Хан Юнис и Рафах, являются из этой категории путников, беженцев, которые сейчас живут под открытым небом, в палатках, в школах, в домах людей, в любом месте, которое они найдут. Даже некоторые из них под деревьями. Таким образом, они в первую очередь имеют право и на обязательный закат, и на другие садока. Канал Ansar Media предоставляет вам уникальную возможность стать частью этого важного призыва. Ваше участие не только оставит след в истории, но и даст возможность получать непрерывные награды. Не упустите шанс внести свой вклад в доброе дело. Переходите по ссылке в описании и станьте частью этой благородной миссии прямо сейчас.